Вау, чё, цу, вау! ТВ-экспресс представляет Думайте сами, решайте сами Выключи это! Выпал снег Волшебная сказка, пишут они Новогоднее настроение, говорят они Кто вообще лайкает ваши посты? Холод, пробки, вот правда жизни Ты только не сможешь сегодня работать? Наверное нет Можно я пойду попью чай с малинкой? Разотрусь чем-нибудь горячительным Разбежался, мы про здоровье программу сегодня снимаем Соберись Здравствуйте, меня зовут Ревякин Василий И я ведущий новой программы на телеканале «Экспресс» Да, «Экспресс» Как в 43 выглядеть так же, как певица Натали? Почему в полнолуние вас мучает бессонница? Как прожить без антибиотиков? Сколько раз нужно пережевывать пищу, чтобы она хорошо усваивалась? Какое мясо лучше есть только високосный год? На эти вопросы мы и сами не знаем ответов Зато мы сегодня с вами узнаем все про биологически активные добавки О которых ходит множество слухов Как вы уже догадались, тема нашей сегодняшней программы – БАДы О них нам расскажет едва ли не главный специалист в этой сфере в Пензенской области Главное – досмотрите наш БАД-шоу до конца Потому что в конце вас ждет приятный подарок Пока сам не знаю какой, самому интересно Но где же наш гость? Итак, гость уже в нашей студии Через 2-3 минуты мы начнем увлекательный диалог Вам точно будет интересно Ну а пока – репортаж расследования Пожалуй, если заглянуть в самые истоки Переводить на язык древности Биологически активные добавки – это то, что ведет Свой отчет от собирательства Но пришли к БАДам, стали вглядываться в них пристально, научно Почему-то именно в 21 веке Сторонники биологически активных добавок А среди них есть мэтры медицины и биологи Не пытаются добиться для них статуса медпрепаратов Все-таки речь о том, что было у человека под рукой всегда Просто потому, что находится в природе Сегодня на вопрос, откуда берутся БАДы Существуют три ответа Из растительного, животного и минерального сырья А вот какую пользу можно излечить Биологически активных добавок к пище Мы решили сначала спросить у прохожих на пензенских улицах Чтобы корни волос и для ногтей И вообще они полезные биологические добавки Тот же спортивное питание, это же БАД Тоже биологически активные добавки Если человек плохо питается, например А хочет как-то все-таки свой организм поддерживать Они употребляют их Также может быть и бабушки покупают, чтобы свой организм что-то поддерживать Добавки они бывают, и волосы от них хорошо растут, и зубы, кальций В свою очередь наука доказывает Биологически активные добавки обладают не только косметическим эффектом Улучшающим состояние кожи, ногтей, волос Как выяснили ученые, их воздействие на организм в прямом смысле слова глубже Например, они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему Облегчают течение этой группы болезней И снижают риск их появления в принципе Препятствуют появлению сахарного диабета Онкологических заболеваний, воспалений, спазмов различной степени Паразитарных инфекций Улучшают микрофлору желудочно-кишечного тракта И даже состояние нервной системы Каждый из причисленных пунктов сам по себе Большая реальная проблема для современного человека И как знать, возможно решение под рукой у людей сотни лет Итак, у нас в студии руководитель фирмы, производящей БАДы Дмитрий Геннадьевич Иллистратов Здравствуйте Здравствуйте Дмитрий Геннадьевич Мы вот перед началом программы сделали небольшой интерактивный опрос в соцсетях У наших зрителей Вопрос простой Что бы они хотели знать о БАДах? И вот 5 самых топовых популярных вопросов Я сначала перечислю их Заменяет ли БАДы традиционные таблетки? Есть ли эффект привыкания? Как часто нужно принимать вашу продукцию? И достаточно ли одного курса? Когда, вот да, еще один вопрос Когда будет обещанный в начале программы подарок? Так, друзья, не спешите, мне это самому интересно Прошу вас Вот можно с первого Заменяет ли БАДы традиционные таблетки? К сожалению, вот в нашем понимании Спутаются два понятия Спасение и лечение Вот спасать нужно лекарственными средствами Это тогда используется Когда человек попал в больницу, в реанимацию И так далее То есть наша задача спасти организм целиком Вот, а вот какие-то, ну, такие, ну, хворки, которые приходят Время от времени на человека Те лучше использовать именно БАДы Почему? То есть вот То есть получается как профилактика? Ну, во-первых, надо, да, использовать профилактику Во-вторых, лечение Вот мы рассматриваем процесс лечения Это как езда на велосипеде То есть нужно поправить руль Организм сам выправится Если крутить педали за человека Применяя тяжелые лекарственные препараты То он вообще уедет не туда Ведь каждый лекарственный препарат чем опасен? Он истощает внутренние резервы человека Вот это его главная опасность То есть мы вытаскиваем больной орган За счет того, что подавляем другие органы И получается у нас часто Очень бег по замкнутому кругу Это особенно опасно для детей И для пожилых людей Когда внутренние резервы уже истощились Дмитрий Геннадьевич А вот как вы относитесь к тому Что некоторые люди считают Что БАДы Вот максимум от них эффекта Это трата времени и денежных средств То есть это плацебо На Западе в основном-то как раз используют БАДы Вот 75% жителей Швейцарии Как раз нацелены на использование Биологических оттенок добавок Это вот эти вот высокие здоровые парни С гор спустились Там не только они нацелены Там нацелена и медицина На использование в первую очередь БАДов То есть лекарство старается использовать Ну в экстренных случаях Когда я был на форуме предпринимателей В Москве вот год три назад Я специально разговаривал с американцами Чтобы понять, а что же у них там творится на рынке Вот, и он сказал, что Американцы у них У нас 80% рынка это БАДы Почему? И он посоветовал нам выходить на рынок Америки Именно в качестве БАДы Потому что они говорят Мы в основном потребляем БАДы Для того, чтобы не болеть Потому что он говорит У нас прагматический подход В отличие от вас Говорит, я когда болею Я получаю от государства А медицина, говорит, у нас тоже хорошая Бесплатная Нам дают это от Обама Кей В Америке Да, в Америке, говорит Нам дают все препараты бесплатно Нас лечат бесплатно То есть у нас медицина отличная Но, говорит, мы сразу считаем Сколько я получу, когда болею От государства бесплатно И сколько бы мог я заработать Когда бы работал Не когда болею А когда бы работал Дмитрий Геннадьевич Когда готовился к этой программе То с удивлением узнал, что БАДы Производят прямо у нас тут в Пензе Вот как случилось так Что вы не обычный перекуп Который их завозит сюда А сами этим занимаетесь Это случилось из-за того Что у самого существовала Большая потребность Сохранения здоровья Не только своего Но своих детей И своих родителей Вот Поэтому Каждый человек хочет Прожить на земле Достаточно долгое время Вот И хочет, чтобы его родители Жили долго И дети жили здоровыми И счастливыми Вот с этой целью И мы обратили внимание На то, что У нас нету качественных продуктов Которые могут Пособствовать продлению жизни человека А правда ли, что вы используете травы, которые растут непосредственно в Пензенской области? Да, в основном мы используем травы, которые растут в нашей Пензенской области Мы их выращиваем сами И в отличие от других производителей Мы не только скажем Откуда мы берем эти лекарственные травы Мы еще знаем, какого она сорта То есть в селах Кулясовая Мадышка Мешкирский район Пензенской области Это экологически чистое место Мы выращиваем очень много видов лекарственных растений Выращиваем редкие лекарственные растения Мы единственные, кому удалось создать плантации тех лекарственных растений Которые в фармакопию страны вошли давно Но не использовались по причине своей редкости Например, мы выращиваем синюху голубую Которая уходит у нас в состав нервовита Синюха голубая оказалась сильнее валерьяны По снотворным действиям в 10 раз То есть это очень сильно успокаивающее средство Мы выращиваем 7 сортов шиповника То есть у нас шиповник в натуральную величину Он как 5-рублевая монета, такой здоровый Мы выращиваем сортовые травы Календулу сорт Кальта Вот она сфотографирована в натуральную величину То есть цветок имеет 8-9 см в диаметре Первый цветок, который выбрасывает растения Вот такой здоровый Они даже отличаются по вкусу от тех трав Которые вы, может быть, использовали у других производителей Наша ромашка, сорта подмосковная Она горчит Некоторые потребители уже отвыкли от того, что ромашка должна горчить Хотя по фармакопеи Это ее главное свойство Она должна горчить Потому что она улучшает работу печени А сейчас привыкли, как вам сказать, ароматизированный сено в основном пить Мы выращиваем, допустим, сорталь на сорт ВНИМК 620 С высоким содержанием Это омега-3, омега-6 жирных кислот Которые очень необходимы для работы мозга Выращиваем, говорю, валерьяну двух сортов Сорт кардиола и маун Вот это, от нашей валерьяны П Если упаковка открыть, там запах такой Таблетки можно не есть, так уснешь Вот, это говорит о качестве валерьяны Потому что британская и португальская фармакопеи требуют, чтобы препараты валерьяны обладали резким вкусом и запахом Вот, вот наша валерьяна отвечает всем зарубежным требованиям фармакопеи Взять любую книжку про валерьяну Полторы страницы текста, от чего используется валерьяна Там тахикардия, аритмия, гипертония первой-второй степени Несахарная моча изнурения, климатерические расстройства, эпилепсия Желчегонные свойства, глистогон замечательный Вот, ну возьмите описание экстракта Одна строка, спрашивают, а где все остальное А все остальное просто разрушилось в процессе приготовления экстракта Ну я вот валерьяну использовал, чтобы кота порадовать Ну это, конечно, плохо Но он не удоволен Да, это, ну как сказать, это как наркоманы Наркотик для котов-то Кот-наркоман Валерьяна очень хорошо нормализует сон Вот это, для этого важно сохранить запах валерьяны Вот наши технологии, говорю, если открыть упаковку валерьяна П Говорю, там таблетки можно не есть, так уснешь Вот, в состав ладана входит валерьяновое масло Наши предки зашивали корень валерьяны в подушку, чтобы усилить снотворные действия Вот, но, к сожалению, говорю, при давлении экстракта это свойство рушится Поэтому сама валерьяна, по сути, экстракт валерьяны снотворным свойством практически не обладает Вот И еще интересно, что у нас внедрена технология холодной обработки лекарственных растений Мы используем цельные лекарственные растения По сути своей Остальные производители используют экстракты К сожалению, большинство людей просто не понимают, а что такое экстракт К сожалению, большинство людей просто не понимают, а что такое экстракт Ну, что-то кроется за этим словом Ну, самое расхожее мнение – это вытяжка Вот, вытяжка чего? Возникает вопрос Вытяжка чего? Чего в лекарственном растении лишнее? Вот Мы считаем, что вообще высшие силы есть Господь Бог существует И когда он создавал это природу, можно так сказать, окружение для человека То есть он туда не закладывал лекарственные растения ничего лишнего И задача производителя – донести эти максимум свойств до потребителя И по многим лекарственным растениям еще чем опасны экстракты? То, чем экстрагируют, а потом пытаются очиститься, а не получается И в результате мы не только используем какое-то маленькое подмножество лекарств растений Мы еще вынуждены использовать ту химию, в которой этот экстракт готовится Вот самый лучший экстракт ромашки оставляет 5% ацетона Возникает вопрос, а зачем мы его есть даже эти 5%? Чего у нас другой химии не хватает? Поэтому по многим лекарственным растениям идут большие научные споры А что в нем является главным? Вот то же самое хиноцей Когда готовят экстракт хиноцей, возникает вопрос, а что туда попало? Потому что, допустим, институт питания классифицирует хиноцей по наличию гидроксикоричных кислот Украинцы говорят, русские неправы, действие вещество инулин Немцы определенной группы полисахаридов Сложное название просто произнести Куркин, Самарский медицинский институт, говорит Действием веществами является фенилпропаноиды А Корсун, Московский институт фенилфитотерапии Говорит, что действием веществами лектины Вот кто из них прав? Вот 5 научных школ, по крайней мере, я знаю Может быть, их еще больше Но я, честно говоря, не могу ответить на вопрос Вот они там между собой спорят, ругаются, кто прав, кто виноват Вот мы используем цельную хиноцей, которая есть И лектины, и фенилпропаноиды, и гидроксикоричные кислоты, и инулин, и полисахариды Поэтому у нас вот наша хиноцея П наиболее богато воздействует именно на организм человека Чем отдельные его части, которые могут сорвать иммунитет у ребенка Я сейчас понял, что у меня недостаточно образования, чтобы все эти слова, которые вы сказали, превратились в образы мне понятные и знакомые Еще слабовато Говорили, и куда жестче Дмитрий Геннадьевич, а вот как это все-таки происходит? То есть есть какие-то специально обученные люди, которые выращивают травы? Или все-таки есть какие-то травники, которые ходят и по просторам Пенинской области собирают то, что вот растет где-то изредка в каких-то определенных местах И только этот человек знает, где вот найти вот именно такой сорт травы? Я понял ваш вопрос Это, ну, нам просто повезло в Пенинской области Повезло, что сюда приехал Трифон Вячеслав Николаевич Он у нас возглавлял Кузнецкое фармацевтическое училище Он по образованию физиолог и очень хорошо разбирался в травах И свои знания ему удалось перенести нашему замечательному агроному Федору Александру Он имеет два образования у нас И агрономическое, и провизор по образованию То есть высшее медицинское фармацевтическое образование имеет И вот это, благодаря его опыту, вниманию То есть мы имеем то, что нам удается собирать лекарственные растения с высоким качеством Исходного сырья То есть, причем мы не только собираем Нам еще удается и сохранить эти свойства лекарственных растений Мы впервые применили разработку, инновационную разработку Мы сушим траву с помощью энергии солнца Но не на открытом солнце, а преобразуем эту траву в подогрев почвы Эту энергию солнца в подогрев почвы То есть у нас вот такая щадящая температурная обработка лекарственных растений Которая позволяет их сохранить все свойства, которые дала нам природа Принимаете ли вы сами, скажем так, не БАДы, а препараты, которые готовятся в вашей фирме Можете не отвечать на вопрос, я знаю, а вот детям То есть даете ли вы детям, своим родственникам, друзьям, близким Я специально взял в студию мешок Это годовое потребление БАДов, которые использует наша семья У меня семья большая Это дневное? Нет, это годовое потребление На все случаи жизни вот такие вот препараты Териавит для щитовидки, одуванчик для того, чтобы коленки не болели Всей семьей собирали? Да Мы просто хотели посмотреть, сколько же мы все потребляем И вот это интересное Просто, ну, живу на шестом этаже То есть иногда приходится таскать тяжелые вещи на шестой этаж без лифта Поэтому, как сказать, иногда коленки начинают болеть Вот чтобы не болели, использую активный одуванчик Есть ли эффект привыкания? Обычно рекомендуют использовать то или иное вещество в качестве биологической сатиной добавки не больше месяца Но некоторые короче используются, некоторые длиннее Там нет эффекта привыкания Там есть эффект того, что смысл теряется использовать Ну, месяц попринимали Вот, то есть организм привык Дай ему посмотреть, как он дальше идет Через некоторое время, если ты идешь в правильном управлении Ну, можешь опять это принимать Для того, чтобы опять посмотреть У тебя вектор-то движения правильный или неправильный И вот так вот постепенно, используя биологические сатинные добавки, можно выправить здоровье человека Друзья, в дополнение к сказанному парочка лайфхаков Россия, Пенза, Зима Смотри под ноги на скользкой дороге Но знай, кальций нужен твоему организму И он есть в БАДах Женщина заслуживает быть очаровательной и в Новый год И каждый день Красивая и здоровая кожа, волосы, ногти Натуральные биопрепараты И вы королева красоты Мужская сила пригодится везде Спортзал, рыбалка, прогулки с детьми И, безусловно, ну, вы понимаете БАД И ты всегда в форме Дмитрий Геннадьевич У нас такая рубрика образовалась Совет от гостя Вот вы можете, смотря в камеру, что-нибудь посоветовать от себя лично Телезрителям Может быть, то, что сейчас вот с языка фактически у вас Будет снято, либо от сердца Пожалуйста Ну, делайте добрые дела Следите за своим здоровьем Как раз используйте В основном старайтесь использовать лекарственные растения Потому что мы с лекарственными растениями одной природы И лекарственными растениями очень сложно навредить организм человека Ну, круто Да? Да, да Особенно делайте добро Мне прям очень понравилось Я присоединяюсь к этому совету Друзья, в начале нашего шоу мы обещали вам приятный сюрприз Пришло время раскрыть карты Что вы приготовили? Ну, мы приготовили интересные предложения Ну, сейчас очень часто на улицах скользко Вот И люди могут сломать руки или ноги И быть обездвиженными, по сути своей Вот Профессор Струков разработал интересный препарат Остеомед, который способствует предотвращению переломов Вот Поэтому, чтобы защитить наших любимых бабушек и дедушек Вот Родителей Мы Даем возможность приобрести остеомед В аптеках с наклейкой Эхо Пензы Вот Со скидкой 80 рублей Если покупатель назовет ключевое слово Умный кальций Умный кальций В аптеках с наклейкой Эхо Пензы Эхо Пензы Друзья По всем аптекам можно пошариться в городе Пензы Обязательно найдете Дмитрий Геннадьевич Спасибо, что сегодня были с нами Надеюсь, скоро увидится У нас осталось очень много вопросов Какие-то вещи хотелось бы выяснить дополнительно Поэтому до скорой встречи в следующей программе Итак, друзья, закончился первый выпуск новой программы На телеканале Экспресс Сам не ожидал, но было очень интересно Кстати, смотрите обязательно следующий выпуск В котором мы поговорим про женское здоровье Чтобы вам, дорогие дамы, оставаться всегда Красивыми, молодыми, счастливыми До скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok